И всем снова привет! Во-первых, очень хочется сказать вам огромное спасибо за то, что продолжаете меня смотреть, за то, что не остаетесь равнодушными, потому что каждый ваш лайк, каждый комментарий, каждый просмотр очень многое значит для меня и мотивирует меня на создание чего-то нового и интересного. Ну а если же вдруг вы видите меня в первый раз, то быстренько смотрите описание этого ролика и переходите по оставленной мной ссылочке на первое видео, чтобы быть в курсе всего, что у нас тут с ребятами происходит. А знаете, что это? Под эту шикарную мелодию мы пытались спать. Итальянцы какой-то ненормальный народ, но они решили посреди ночи пустить какую-то уборочную машину по улицам Милана. Спать было просто нереально. Ну вот и прошла ровно неделя моего проживания в Милане. Давайте сделаем так. Я сейчас говорю вам три ключевых слова, прожитые мной здесь недели, а вы мне в комментариях внизу под этим видео пишите, почему, по вашему мнению, я выбрала то или иное слово. Посмотрим, насколько хорошо мы с вами уже понимаем друг друга. Ну и, конечно же, в следующем видео я объясню и расскажу вам правильный ответ. А мои три слова будут такие. Познавательно, неожиданно, разносторонне. Поскольку я очень люблю кофе, я бы просила обменять маленькую штучку на большую. Вместе занимаемся йогой иногда, когда получается. Она так может зависать просто по полчаса. Очень спешу, у нас сегодня так холодно, просто кошмар какой-то. Одни облака и очень холодно. Мне так нравятся вон те вот домики вдалеке, они такие смешные. И балкончики со свисающими растениями, обязательно к ним как-нибудь подойду поближе. Говорят, тот испанец, который меня звал на свидание, мы с ним в итоге очень хорошо подружились. И сейчас очень хорошо общаемся. Я вот с его друзьями разными знакомлюсь тоже с моделями. Очень классно. И вот сейчас только что случайно встретились на кастинге. И теперь очень круто проводим время вместе. Кстати говоря, хорошая новость. С этим видео я внедряю три рубрики, которые будут присутствовать в каждый выпуск. И первая из них называется «Как?». И сегодня я вам покажу, как выглядит наша новая комната. Потому что мы переехали. Переехали мы этажом выше. Заходим. Дверка такая же. А тут вот так вот. Комната намного больше. Ну не то, что намного, но она все-таки больше. Заходим. У нас здесь намного просторнее. Две кроватки такие уже пошире. Места между ними побольше. Два диванчика, столика. И тогда здесь уже есть какая-то столешница. Вон наши вещи стоят. Мы только-только заехали. В принципе, наши вещи перенесли их уборщицы. Здесь у нас один шкаф. В коридоре второй большой. Кухонка, мне кажется, немножко побольше. Но тут, я вам скажу, почище будет. И давайте проверим, есть ли у них крышки. Ну-ка. И крышек нету. Я не знаю, как итальянцы готовы. Выглядит, по-моему, намного милее. Такая розовенькая комната, чисто девичья. Давайте посмотрим, что у нас в ванне. О! Ванна, кстати, поменьше, если вы заметили. Да, ванна поменьше. Но почему сюда переехали, почему большой плюс? Потому что мы переехали этажом выше. И на другую сторону у нас теперь окна. Вообще открыты на другую сторону. И теперь не будет таких ужасных шумов, как могли быть до этого. Знаете, в такую погоду хочется только дома сидеть, честно. Такая-то странная ночь. Ехала я уже в метро домой, мечтая о тёплом пледе, о вкусном обеде. О, как получился рифм. И тут захожу на почту и вижу, что у меня кастинг, который через 40 минут заканчивается. Мне пришлось выходить из метро. И вот сейчас я топаю на кастинг. Сейчас встречу своих знакомых. Вместе пойдём. Вот теперь вместе идём. Смотрите, как тут красиво. А вообще мой телефон сошёл с ума. Он мне говорит, что здесь есть метро. Он меня привёл прямо сюда и говорит, что всё, садись на метро. А где метро? Это оказалось монументальное кладбище. Одно из двух крупнейших в Милане и крупнейших в Европе. Видите, вон там вот в арочках стоят всякие монументы. И там похоронены знаменитые люди. Знаменитые музыканты, политические деятели и так далее. Кстати, на кастинге сейчас была очень странная ситуация. Потому что это был кастинг GoSee. То есть меня конкретно вызвали, чтобы посмотреть. Я когда туда пришла, я понравилась внешне. И мне говорят, вон померь, пожалуйста, вот те туфли. Хорошо, снимай обувь. Понимаю, что они у меня очень большие. Я говорю, извините, они у меня большие. Они мне говорят, это единственное, что у нас есть. Я такая сижу. И что, мне идти? Они говорят, да, ты свободна пока. Что? Видимо, ни мне одной сегодня грустно. И никто не выходит на улицу. Всё, что хочется сегодня? Спать, кушать, лежать под тёплым пледом, читать книжку. Выходим. Рубрика 2. Это советы. Здесь я буду давать вам какие-либо советы, которые относятся к модельному бизнесу. Тема совета — это когда лучше всего приходить на кастинги. То есть вы видите в расписании, что у вас кастинг условно с 10 до 13.00. Когда лучше всё-таки прийти? На самом деле самое лучшее время — это не самое начало и не середина. Почему не нужно приходить в последний момент, я думаю, вам и так понятно, потому что тогда заказчики уже уставшие, они уже просто не могут видеть этих моделей, они, как правило, даже не парятся и уже давно там подобрали себе парочку. Если вы приходите посередине, то тогда уже всё-таки есть маленькая вероятность, что заказчики уже определились, потому что они всё-таки всегда бывают разные. Может быть, вот их засепит девочка, и на других они уже не смотрят. А может быть, эта девочка, если бы пришли чуть раньше, стали бы вы, понимаете? Самый первый тоже не стоит быть, в самом начале тоже не стоит проходить, потому что, ну, сами понимаете, люди могут думать, что «а, ну, это нормально, но дальше может быть лучше», и как-то вот, ну, они только разогреваются. Самое идеальное, когда вы пришли на кастинг, практически в самое начальное назначенное время, но перед вами 10 моделей было, то есть вы стоите в очереди, и перед вами прошло 10 моделей, и вы видели, как это происходило. Вот это самое идеальное, потому что тогда вы просто поймёте по реакции заказчиков, по поведению моделей, по всему этому, вы поймёте, как конкретно на этом кастинге себя лучше всего вести, в каком виде себя преподносить, и к чему конкретно готовиться. Как понравится заказчику, и как определить, какой типаж модели ищет конкретно тот или иной человек по поведению моделей перед вами, я расскажу обязательно в одном из следующих видео, так что смотрите. И тут я встала в стул, потому что не знаю, как на этом телефоне поставить восклицательный знак, или точку, или что-то, это вообще где делается? Я хотела помыть одну маленькую часть своей куртки, в итоге я так её помыла, что она вся абсолютно мокрая, и всё, что я сейчас делаю, это сижу и... Вы представляете, чего мне стоило написать вот это? Записывала вам видео, немного начала опаздывать, вышла из дома, думаю, что мне так легко идётся, понимаю, что я забыла книжку. Возвращаюсь обратно, теперь просто несусь, и в ушах главное, би-би-я-би-я-я, песня. Если кто не знает, то я в описании оставлю название, посмотрите перевод, эта песня отширена, очень интересная. В общем, я встречу в каком-то очень странном районе сегодня, совсем, совсем странном. Мне даже страшно тут ходить. Да, такой грязи я ещё в Милане не видела. Но в этот день у меня были тесты в одной очень маленькой, уютненькой фотостудии. Моё агентство заказало там съёмку, поскольку нужно было пополнить портфолио, нужно было усовершенствовать мою книжку. Я уже изменилась с тех пор, у меня были очень старые фотографии, и их было очень мало. Нужно было придумать что-то новое и классное. Ну что, я уже снялась в двух луках. Вот третий. Второй всё-таки меня заставили сниматься, бедливчика. Хоть я сначала была против. Да. Люди, кстати, очень приятные, просто шикарная атмосфера. То есть, лис по одежде, и по прическе, и мейкап артист, и фотограф, вообще все очень крутые, и атмосфера, то ли, просто, класс. Где ты? Привет. Четвёртый лук. Уже. Всего будет пять. Соли, у меня что-ли-пай, это чего? Я снимаю. Это почему-то светло. Позвольте что-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, это круто. Вот. Был последний лук. Он был немного странным. Но, в общем, фотография будет несколько дней позже. Посмотрим, что получилось. В таком вот месте у меня была автосессия. Вот здесь вот. Это такой большой комплекс. И, как мне сказали, что это как больше жилой комплекс. Здесь живут люди, ты понимаешь, что в каждом домике вот здесь вот живут люди, снимают, там еще пройти налево, такие же здания, направо. Вот этот парень, которого вы могли видеть в моем видео, который был стилист по прическе, делал мне прическу. Его, в общем, классно зовут. Его зовут Ю. Типа мы когда встретились и шли сюда, он меня просто встретил и провожал сюда. Он очень плохо говорит по-английски. Он говорит, что я болтаем. И он такой, Ю. Я такая, yeah, me. Он такой, Ю. Я такая, what, me? Типа, что я? Он такой, name, my name is Ю. Короче, его зовут Ю. Это была смешная ситуация. Он очень прикольный. Ну, вот уже тут дома. Так выглядит. Я посажу Ю, кушаю по дороге, обеду по дороге, поскольку ничего не спрашиваю. Эта женщина все время так смотрит на меня с таким выражением в лица, что мне уже страшно становится. Ну что, день закончен. Прошел он прекрасно. Кастинги прошла. Фотосессию сделала, жду фоточек, жду результатов. Новые знакомства, новые люди, всегда все хорошо. Я нашла крышку, я нашла. Она существует, а не существует, итальянцы, представляете? В общем, вот же мой макияж. Пришла домой после нашего прекрасного ужина. Сегодня очень классно провели время вместе, с многими людьми познакомилась. Очень было здорово. Мы были в одном отеле, печи звезды, что там сегодня они предлагали какое-то очень классное предложение на ужин, типа аперитивы. Потому что было очень-очень здорово. Сейчас буду уже потихонечку укладывать, читать, смотреть видео и спать. Ну и третья рубрика будет называться сюрприз. Здесь, как по названию понятно, я буду либо рассказывать вам что-то интересное, либо показывать что-то очень неожиданное. В общем, я не буду пока раскрывать все карты, но обещаю, что будет интересно. Так что подписывайтесь, не пропускайте. Ну а на первый раз я решила удивить вас маленьким интервью со своей соседкой. Как вы уже, наверное, заметили, она обладает немножечко необычной внешностью, и поэтому я решила ей задать несколько вопросов. Когда вы начали моделинг? Я начинал пол-тайм в сентябре, но я делал это на стороне за несколько лет. Какая реакция ваших родителей? Они поддерживают вас в вашу выбор? Да, очень поддерживаются. Они всегда доверили мне и мои способности, чтобы сделать хорошие выборы. И скажите, у вас есть какие-то проблемы с вашими образцами или что-то? Я имею в виду, в школе, может быть, у вас есть проблемы с вашими классами, как вашими моделингами всегда есть. О, да. Я был очень инсекурующим о том, чтобы быть большим летом, потому что, особенно в grade school, моя любимая была маленькая, и она просто меня чувствовала, как я была очень большая, так что я всегда стоял так. Также, я был инсекурующим о том, что мои глаза были большие. Когда я была маленькой, сейчас я не люблю их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, люди часто меня спрашивают, как я делаю моделинг, и я просто делаю это, потому что я люблю. Также, иногда люди думают, что потому что я так, так что я так, так что я не здоров, но, понимаете, я ем много еды. Какая была самая заблуждена в вашей карьере? Ты помнишь это? Умм, заблуждена? Ну, я делала довольно большую снимку в Нью-Йорке с очень хорошим фотографом, которые не появились, но это было действительно меморабельно. Потому что это было очень красиво. Все, как бы, все, как и все, как и все, как и все, как и все. И все, как и все, как и все. В альтернате было очень дорого. Поэтому это может быть более большим. В вашей карьере, что делает тебя специально? Почему люди выбирают тебя? Я считаю, что это потому что, я не знаю, может быть, просто мою энергию. Потому что, конечно, я имя небольшой ряда. Это одна из первых, которые люди увидят. но я не хочу это быть основной это может быть просто моя личность как бы ты описываешь моделинг в три слова? стрессовое, эксцитивное, дедикатие окей, спасибо, Анна, хай-фай! целую ночь и целое утро болтали с соседкой по душам просто очень хорошо подружились с ней она в четверг вылетает говорили очень много поняла про моделинг и очень, в общем, душевные разговоры были у нас под конец дня я, в общем, устраивала себе прогулку идти, куда глаза глядят может быть, забреду в какое-то интересное место, кто знает помните эти домики, которые меня еще издалека привлекали и к которым я очень хотела подойти? так вот, я все-таки это сделала и посмотрите, как это прикольно выглядит на каждом этаже, на каждом балкончике либо с него свисают какие-то растения либо просто, я не знаю, как это видно на камере но там действительно на каждом балконе может расти одно дерево реально, целое дерево на балконе это так странно, оно так мило смотрите, какие декорации на здании очень прикольно выглядят, правда? вы не поверите, но я... я снова забрела в тупик я снова забрела в какую-то стройку мне безумно нравится вот эта вот лампа которая стоит у меня на тумбочке она издает очень красивый свет вот такими вот линиями и вот так переливается мне прямо очень нравится ну а в конце каждого видео я буду отвечать на вопросы, которые вы мне задавали поскольку этот вопрос мне задало лично уже несколько человек я отвечу на него в видео и звучит он таким образом смотрите, каждому, конечно, по-своему но лично мое мнение как может быть скучно, если я все время путешествую? я обожаю это дело я каждый раз вижу что-то новое и я сама придумываю себе маршруты вижу новые интересные и классные места во-вторых, я встречаюсь с абсолютно новыми, разными людьми каждый день новые знакомства, новое общение новые знания, это же так здорово! с этим вообще невозможно соскучиться и к тому же, я даже живу не одна да, у меня соседка не слишком общительная она больше любит побыть наедине с собой но когда мы общаемся, я узнаю так много всего интересного от нее и о моделинге, и о ее жизни, и о чем-либо еще я расспрашиваю ее, и нам интересно проводить иногда время вместе насчет того, было ли у нее страшно? нет, не было даже мне, у которой топографический кретинизм я надеюсь, вы знаете, что это такое это когда человек не умеет ориентироваться в пространстве я все равно решилась поехать на месте в другую страну и как бы это уже не первый раз, когда я живу одна и я уже довольно самостоятельный человек поэтому почему не должно быть страшно я знала, что я со всем справлюсь и в четвертых, даже если бы я была одна никому не должно быть, по моему мнению, скучной наедине с собой ну представьте, целый месяц ты делаешь, что хочешь ты не зависишь ни от кого разве что только от агентств и кастингов а так ты сама планируешь, что ты сделаешь вечером куда ты пойдешь в выходные ты все сама планируешь, ни под кого не нужно подстраиваться ничего не нужно в принципе заставлять себя делать насильно ты реально делаешь все то, что ты хочешь поэтому нет, мне не скучно мне очень весело, мне очень круто и мне не страшно совсем если уж говорить честно, то меня все эти вещи которые я перечислила до этого интересуют намного больше, чем сам моделинг что ж, всем огромное спасибо за просмотр поддержите меня вашим пальчиком вверх и не забывайте в комментариях мне оставлять вопросы на которые вы хотите, чтобы я ответила в следующем видео и также подпишитесь на канал если вы еще этого не сделали ведь в следующем видео я приготовила для вас кое-что интересное так что до новых встреч до новых встреч до новых встреч